8 раундов. Почему посмотри в бои Дурадолы, он в первых четырех раундах очень опасен для любого. Даже с тем же Брэдди сам. Даже с теми. Он в первых четырех раундах практически не проиграл. Это к твоему вопросу. Типа, как 4 раунда для него, для человека, который боксировал, 12 раундов и так далее. Но тебя не смутило то, как он вышел? Я просто не видел, как он вышел. Я подошел. Да? Он что-то прихрамывает, да. Да это просто может быть он ведь делает. Ты давай не начинай с тишины, ты опять начал прихрамывать. Я как вижу, Мага, ты же говоришь, как видишь, так и говори. Сейчас будет непонятка. Я как вижу, так и говорю. Замолчи уже в конце концов. Смотри, я могу и все твои заявления написать. Каким зверем вы будете на этом бою? О, я буду зверем просто. Я буду зверем. А каким вы уже скажете мне? Я выберусь, спрошу, каким я был сегодня зверем? А вы мне скажете. Окей, спасибо вам большое. А с каким весом, например, хотите выйти? Вот непонятен лимит? 92 килограмма. 92-93. Лимит понятен, 91. А выйдешь 92-93. Но пару килограмм, пару килограмм уже набрать я должен, правильно, после взвешивать. Я собираюсь съесть в вермишеле большие порции. А Вагаба будет помогать, как мастер-порт по боксу? Конечно будет, конечно будет. Вагаба всегда рядом. У меня вообще, меня окружают боксеры, серьезные боксеры. Поэтому ничего нового для меня не будет. Кроме того, что я первый раз зайду в ринг, как профессиональный боксер. Мухаммад, вы на пресс-конференции не дали это спросить? А хотелось, я не ваш хейтер, но вот объективно хейтер мог бы подумать. Вы с Владимиром Минеевым боролись, с Александром Емельяненко боролись. А почему вы Дурадолу победите в стойке, где борьба будет запрещена? Вот можете объяснить? Смотри, просто я у меня в крови борьба. Когда мне говорят, что у тебя есть вариант бороться, даже если я супер боксирую. Но ты посмотри, я не проигрывал ни Владимиру, ни Емельяненко в стойке, я тоже не проиграл. Просто вот это мое нутро борцовское, оно берет надо мной вверх, понимаешь? Если мне с каждого час, например, тебе можно бороться, я обязательно буду бороться. Понимаешь, то есть это, это у меня борьба в крови, борьба в крови. Делай ставки на бокс ММА в приложении Винлайн. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся с промокодом бокс и получи 2000 рублей на первую ставку. Сделай свою первую ставку абсолютно бесплатно. А если ставка сыграет, Винлайн заплатит. Без вариантов. А перчатки какие будут, кстати, Мага? Перчатки, какие будут перчатки? Деверлаз 10 тунцей. Деверлаз 10 тунцей, Верлаз. А, вы мне? Верлаз 10 тунцей. Окей. А климатизации нет у тебя после возвращения? Не, ну я уже пережил ее. Я уже ее пережил, я уже отоспался, да. Пережил и отоспался. Можно последнее? Вот вы мне и моему коллеге сказали, что когда проиграли драку, вам мама дала сникерс и сказала, Арнольдик мой пришел. Это так завирусилась цитата. Обещан ли сейчас какой-то приз? Если проиграю. Если не дай бог. Но они меня всегда успокаивают. Чем-то, да, успокоят. Но я не собираюсь проигрывать. Я собираюсь всех порадовать. И знаешь, часто ты, когда после поражения, ты приходишь домой и ждешь определенные эмоции. И когда ты видишь эмоции совершенно другие, да, например, положительные, там, все хорошо, никто не расстроен, никто не плачет, то это тебя мотивирует побеждать. То есть ты хочешь дать им это уже не сдержанность, вот в этих эмоциях, да, когда они себя сдерживают и показывают тебе, что все хорошо. Ты же понимаешь, что они переживали. После этого тебе хочется дать им настоящих эмоций, чтобы я пришел, и им реально было весело и хорошо. 270 подписчиков у Алан Реваджоу, смешит вас такая цифра? 270, ну я ему этот, я его, я его отмечу, я его отмечу сейчас в своих следующих публикациях. Да, 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 вот, вот, наверное, я вот сейчас прям сфотографируюсь, скажите, что я хочу отметить его просто. Он может дать вам силу в инстаграме, он имеет 3 мин. Мои фонусы, гу! 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 Один вопрос, можно прям буквально, вот когда показывали на экране историю Макса Топора и Альберта, ты так завороженно смотрел на это. А какие у тебя мысли были? Ну блин, я радовался, что у меня старший брат, да, тренер, что он мне, он мне не втащит ни при каком раскладе, да, ну максимум там за трещину, да, там подзатыльник. А там таких два четких, знаешь, прилетело, и, значит, бывает иногда восхищаешься двойкой, да, а иногда держалкой, да, вот тут я и двойкой восхитился, и держалкой, я думаю, там держалка серьезная, вот, поэтому, ну, для меня это чуть не стандартная, да, ситуация, когда тренер там накидывает своему ученику, вообще принято, что тренер учит, как надо накидывать своего ученика, ну, ладно, да, для меня не стандартно, но из этого, видишь, что-то из этого происходит, да, там будет бой, как бы, будет интерес, я думаю, к этому противостоянию, и у тренера будет возможно сейчас, как бы, проявить себя, показать себя, да, тоже, уже, уже быть не, не за, как бы, рингом, да, а в ринге. А вот, слушай, а вот, когда показывали на экране Николая Валуева, и он там свой прогноз давал, про первый раунд, там, что-то, по-моему, было, или в первых раундах, и ты рассмеялся, кстати. А, ну, он сказал, что я, ну, все, у всех такое мнение сложилось, что я выдыхаюсь, там, и так далее, да, но для, я улыбнулся, потому что Валуев поддался тоже вот этому мнению, но, знаешь, когда я вижу, что спортсмен плохо дышал, что-то происходило, я смотрю его прежние поединки, да, и после, как он дерется, а потом делаю выводы, то есть, бывает, что именно это не твой вечер был, не твой день, вот, все не так, такое случается, но это не обязательно, что теперь на мне можно поставить крест, как на дышащем спортсмене, да, и теперь у меня есть, как бы, повод доказать обратное. Слушай, а ведь была такая история, что ты предпочел, предпочел этот боксерский поединок к бою с Марсио Сантосом в Риде Хабиба? Ну, пока, смотри, пока я просто предпочел это противостояние, посмотрим, как оно пройдет, а кто знает, может, вы меня увидите потом и в ММА поединке, я там, я, я драться могу каждый день. Но у них турнир первого, извините, у них турнир первого апреля, вот, где Шлеменко и Адилов, в теории можно после 25 февраля успеть? Возможно, все возможно, все возможно, если, а вдруг мы, я не знаю, вдруг мы победим в этом противостоянии, а потом мне будет еще одно какое-нибудь крутое, супер, бомбовое предложение. Ничего простого здесь не будет, ничего простого не будет, просто на загад не будешь богатым, это противоречит любым понятием говорить что-то после. Нужно пройти до этого поединка, чтобы уже обсуждать все остальное, чтобы говорить о всем остальном, да? Окей, все нормально, кобры запускаю? На, тьфу, всем по кобре, а? Все, марк. Субтитры сделал DimaTorzok